Супергероикой в кино в этом году, похоже, покончено. Вышли два больших супергеройских блокбастера от DC и от Marvel. Больше супергероев до конца года не ожидается. По крайней мере, на больших экранах. Можно смело подводить итоги того, как франшизы провели год, чем запомнились и что их ждет. У нас тут снова небольшое противостояние. Два фильма, конкурирующих по сути франшиз, вышли осенью на киноэкраны с небольшой разницей по времени. Черный Адам и Черная Пантера. Ваканда навеки. Оба фильма получились спорными, но не лишенными определенных достоинств. Внезапно, в контексте того, что творилось за кулисами, обе этих картины интересно обсудить и порассуждать о студийных проблемах, связанных с ними, чем мы сейчас и займемся. Приветствую, меня зовут Сокол, и это не совсем обзоры фильмов, а скорее небольшие рецензии на ленты в контексте студийных франшизных проблем. Как дела у франшиз и куда все это катится? Ну вы поняли. Спойлеров не будет, за это можете не волноваться, конечно же. Однако, спойлер, скоро Новый год. Череда праздников и подарков. Охота отвлечься, охота хотя бы в этот период хоть как-то избавиться от стрессов. Мне кажется, обеспечить не только себе, но прежде всего близкому человеку отдых от семейных забот, вырвать хоть на пару дней из рутины это дорогого стоит. Можно подарить впечатление, например, путешествие или отдых от суеты в отеле. Но как при таком подарке спланировать путешествие или, опять же, отдых, не зная планов другого человека и при этом сделать настоящий сюрприз? Для таких случаев существует сервис Кува. Это сервис подарочных сертификатов на отдых в отелях России. В какой отель съездить, когда и с кем, получатель выбирает сам. На это у него будет целых два года, явно успеет. Сертификаты бывают на двоих или на всю семью. Подарок доставляется в красивой упаковке ручной работы, в фирменном конверте, ну либо же по электронной почте. У Кува представлены семь разных видов сертификатов на любой вкус. Получатель сертификата сканирует QR-код и попадает на страницу с отелями. Выбор отелей обширный, большинство вокруг Питера и Москвы. Но есть и на Байкале, Алтае и, конечно, на юге страны. Прозрачные сферы с видом на природу, различные загородные дома, отдых в красивом месте, в кругу самых близких. Такой подарок запомнится надолго. Тем более, что скидки на подарочные сертификаты в черную пятницу аж до 70%. Вы вполне способны выступить спасителем от стресса. Станьте супергероем для своей второй половинки, для своей семьи, для друга, у которого днюха, например. Ну или для своих родителей, которые давно куда-то хотят поехать, но постоянно откладывают. А тут такой подарок. Под видео есть ссылка, по которой можно заказать такой вот подарок, с которым вы точно не ошибетесь. Ведь отель и даты будет выбирать тот, кому вы его подарите. Ну а мы с вами вернемся сейчас к экранным супергероям. Если рассматривать проекты с точки зрения инфошума вокруг, то фильм Черный Адам, безусловно, приковывает к себе внимание больше. Это, правда, не помогает фильму зарабатывать на показах в кино. После успешного и самого лучшего в карьере Дуэйна Джонсона старта в прокате, если не считать форсажей, фильм рухнул ко вторым выходным, просев на 72% в сравнении с дебютным уикендом. Пока еще рано говорить о полноценном провале, но все намеки на это есть. Китай отказался прокатывать Черного Адама, сославшись на то, что у Пирса Брознана, занятого в этом фильме, есть в общем доступе фото с Далай-Ламой. Китайцам не понравилось, что фотографии сделаны из рук вон плохо. Композиция не тады и пересвет, к тому же отвалившийся китайский прокат, это не очень хорошая новость для Warner Bros. Им необходимо, чтобы фильм в общем зачете собрал где-то 500 миллионов долларов для окупаемости картины с бюджетом на секундочку в 200 миллионов. Да, у Голливуда, как вы знаете, очень хитрая математика. Пока что фильм нашкилял 351 миллион. Почти месяц у проекта не было конкурентов, но тут удар по кассовым сборам Черному Адаму явно наносит Черная Пантера Ваканда навеки. Уже собрала в прокате больше 400 миллионов долларов. Ленте, правда, тоже сулят некоторый обвал зрительского интереса и просадку по сборам. Вообще осень не самое лучшее время для больших премьер. Традиционно успешным киносезоном считается летний, а также декабрь-январь. Но там, скорее всего, Аватар 2 катком будет раскатывать конкурентов. Он считается самым ожидаемым фильмом в этом году. В отличие от Черной Пантеры, у Адама не все хорошо с прессой. Пресса его, можно сказать, разгромила. На сегодняшний день у фильма 40% положительных отзывов на гнилых помидорах. Однако зрителям фильм, судя, опять же, по сайту Rotten Tomatoes, все-таки понравился. Действительно ли это так? Или это просто протестное голосование? Трудно сказать. Думаю, зрителям понравился скорее не сам фильм, а те обещания, которые он косвенно или напрямую дает. Довольно многие радуются этому фильму только потому, что вместе с ним из Стана DC приходят довольно обнадеживающие новости для поклонников киновселенной. Ну ладно, возможно, фильм нравится людям просто потому, что он веселый. Этого у него не отнять. Это довольно клишированное кино, опять же, с довольно примитивными тропами, что не нравится критикам, естественно. Фильм буквально наступает на все те же грабли, что и первый отряд самоубийц до этого. Тут даже представление персонажей точно такое же, и с ними даже знакомит зрителей одна и та же женщина, Аманда Уоллер в исполнении актрисы Виолы Дэвис. Есть главный герой слэш антигерой, есть невзрачный злодей, который проигрывает, естественно. Есть группа героев, которых мы сейчас объявим короткими ознакомительными клипами. У нас же тут киновселенная, не забываем. Вкинем пяток героев из ниоткуда. Держите натурально общество справедливости Америки. Да, был такой комикс со всеми этими персонажами. Есть также обязательный ребенок лет 14, ведь фильм для подростков, ага. Как ему не быть-то? Ну а представленные персонажи будто бы являются копиями марвеловских. Хотя это далеко не так. Копии, копии, копии. Ага. Понятно, что подобный примитив критики не примут. Создатели фильма даже не пытались усложнять себе жизнь придумыванием чего-то оригинального. Однако зрители менее требовательны к таким фильмам и не так избалованы. Для многих главное в фильме это, ну, чтобы картину не скучно было смотреть. Чтобы фильм развлекал. А сколько в нем абсурда, примитивных сюжетных конструкций или изъезженных клише. Иногда по сути-то и не важно. Ну, я, по крайней мере, так себе объясняю кардинальную разницу между оценками критиков и оценками зрителей. Еще Дуэйн Скала Джонсон, как я узнал, нелюбим среди критиков. Он для них оказывается... Нарциссичная Примадонна. Что, по сути, недалеко от истины, как мне кажется. Вот это все, наверное, и является результатом тех оценок, что мы видим. Однако, в чем же веселье фильма? Ну, создатели картины явно хотели сколотить что-то среднее между тепло принятым критиками Шазамом и Акваменом, который великолепно себя показал в прокате. То есть, Черный Адам — это эдакая супергеройская фэнтези с налетом семейной комедии. И при всем при этом Адам убивает всех направо и налево, а юмор у картины довольно черный. Что иронично. Ну, вы понимаете, семейное кино. Однако же, именно такая беспринципность главного героя отчасти и работает. Мне кажется, зрители уже соскучились по брутальной, абсурдной суровости без попыток смягчить обстановку и миролюбиво угодить всем и вся. Есть информация, что фильм вообще снимали с рейтингом для взрослых, но впоследствии отредактировали для рейтинга PG-13. Что печально, поскольку Черному Адаму очень бы пошла кровавая жестокость, как мне кажется. Как, например, отряду самоубийца Джеймса Гана. Черный Адам ощущается довольно сильно загнанным в рамки. Но сквозь этот слой благопристойности нотки аморального веселья все же пробиваются. Что не может не радовать во времена, когда многие блокбастеры жалеют своего зрителя и боятся его шокировать. Адам брутален, юмор в фильме вызывает смех, экшен довольно увлекательный и яркий. Примерно половина каста довольно-таки харизматичная. Это, естественно, скала. Куда же без него-то, естественно, скала харизматичный. Пирс Броснан. Элдис Ходж, который играет человека-ястреба. И вот это все искрит, юморит и веселит. Совершенно бестолковый пустяк, который смотреть вовсе не обязательно. Но если посмотрите, то, в принципе, и ладно. Можно вообще только сцену после титров заценить. И все. Для некоторых в ней-то вся соль этого фильма. Ха-ха. Генри Кавилл вновь возвращается к образу Супермена. Это уже явно не спойлер и не секрет. И вот тут еще один момент, из-за которого зрительские оценки, скорее всего, подлетели вверх. Понимаете, Черный Адам – это не то чтобы кино, а скорее такой реверанс перед фанатами. И, как я уже сказал, обещание, что с этого момента Ворнеры берутся за голову и собираются хорошенько поработать над своей киновселенной. И тут, говорю, не настолько интересен сам фильм, как ситуация вокруг него. Студию Ворнер чуть ранее купила компания Дискавери. И теперь этот конгромерат носит название Warner Bros. Дискавери. Дэвид Заслов стал главным исполнительным директором и президентом объединенной компании. И он обвинил руководство DC Films в том, что они просрали всю киновселенную DC. Я, конечно, утрирую, но в целом примерно так он и сказал в своем заявлении. И тут полетели новости буквально одна за одной. Бен Аффлек возвращается к роли Бэтмена. Фильм про Бэтгерл отменяют. Флэш в очередной раз отправляется на пересъемки. Аквамен туда же его премьера сдвигается. Выходит Черный Адам. В фильме появляется Генри Кевилл. Следом идут слухи о том, что Скала договорился за словом о возвращении Генри в обход продюсера Уолтера Хамады. Уолтер Хамада не жаловал ни Кевилла, ни Аффлека. И тут же появляется новость, что Уолтер Хамада покидает DC Films, открыто критикуя то, что происходит в студии. Генри Кевилл заявляет о новом фильме про Супермена. А новыми директорами DC Films становятся продюсер Аквамена Питер Сафран и режиссер Джеймс Ганн, который возьмет на себя творческий контроль над киновселенной. Как вы знаете, я очень люблю Джеймса Ганна. Он снял для DC прекрасный отряд самоубийц, который был невероятно тепло встречен критиками. Зрители, правда, фильм приняли не слишком восторженно, ну, за исключением меня, например. Но зато следом Ганн сделал невероятно успешного миротворца, который уже полюбили и критики, и зрители. И вот за такие заслуги Ганну теперь отвешивается такой кредит доверия, что мне даже страшно разочароваться в одном из моих самых любимых режиссеров. Ай, да, а если он, не дай бог, все просрет? Ммм, да, не знаю. И вот среди этого инфошума скромненько так выступает Черный Адам, который несколько меркнет на фоне всех этих новостей. Говоря о Джеймсе Ганне, его рождественский спецвыпуск Стражей Галактики, выходящий на Disney+, должен официально закруглить четвертую фазу Марвел, но то телепроект. А для кинотеатра в четвертую фазу заканчивает Черная Пантера Ваканда навеки. У этого фильма большого инфошума вокруг не было. Ну, отчасти был, конечно, но не сравнится с тем, что в DC там творилось. Проблема у фильма была и немаленькая. Умер главный актер предыдущей картины. В 2016 году у Чедвика Боузмана диагностировали рак. Актер, вечная ему память, в августе 2020-го отошел в мир иной, в окружении семьи. Производство сиквела Черной Пантеры вообще оказалось под вопросом. Однако фильм все же решили снять, но без замены актера и без компьютерной генерации лица, как в случае с Полом Уокером. Фильм просто сделал вид, что от Чала где-то между фильмами чем-то заболел и умер за кадром в самом начале. Это не спойлер. Кадры похорон есть в трейлере. Что из этого считать более кощунственным? Оживление актера при помощи спецэффектов? Или создание вида, что и его персонаж повторил судьбу почившего артиста, но где-то за кадром? Вопрос открытый. Тем более, что и Форсаж 7, и Черная Пантера Ваканда навеки превратились в трогательные трибьюты погибшим. Только вот персонаж Уокера где-то еще живет во вселенной фильмов, а персонаж Боузмана нет. Так что тут еще неизвестно, что лучше. Сиквел Черной Пантеры решает переключить внимание на сестру Тчалы, Шури. Очень немного людей в публичном пространстве критиковали первую Черную Пантеру. Я один из них. И я тогда говорил, что Шури, сыгранная Летишей и Райт, крадет каждую свою сцену. Она была очаровательней и милей грузного и довольно скучного Тчалы. Переигрывала его во всех сценах, где она была вместе с ним. Райан Куглер в первом фильме умудрился сделать хорошего злодея, но будто бы не знал, что конкретно делать с Тчалой. И он у него был, ну, ни рыбой, ни мясом. Что удивительно, поскольку в руках братьев Руссо Тчала вполне был интересным. В общем, сделать ставку на Шури, как я считаю, было вполне грамотным решением. Она все так же очаровательна, проблематика фильма подкинула драмы в ее образ, актриса вполне справляется с тем, чтобы тащить на себе фильм. Хотя изначально она была второстепенным персонажем. Другое дело, что, как и первый фильм, второй все такой же тяжеловесный. Он долгий и довольно утомительный, имеет несколько сюжетных веток, которые ему не нужны и даже бесят. Первый фильм расстроил меня примерно этим же. Он был попросту тягучий и скучный, а увлечься им я не смог из-за того, что центральный персонаж не сумел меня обаять. Но вот во втором фильме я все-таки поддался обаянию героев, поэтому мне фильм смотреть было отнюдь не скучно. Знаю, тут со мной некоторые не согласятся, однако я убежден, что второй фильм вызывает гораздо больше эмоциональный отклик у зрителей, чем первый. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Ну, лично у меня, ладно, он вызывал, не у всех зрителей, за всех не буду говорить. В основном, благодаря хорошей актерской игре, хорошо расставленным эмоциональным якорям в сюжете и опять весьма неплохой работе над злодеем данной ленты. У Куглера злодей, как мне кажется, главная его фишка. Ему даже фанаты уже сватают фильм про Доктора Дума. Да, и в этом плане Куглер действительно молодец. Что Киллмонгер, что Немер, у него вышли чудо как хороши. Правда, Немера довольно трудно назвать откровенным злодеем. Он скорее антигерой. И мне так кажется, у Марвел на него в дальнейшем, ну, просто гигантские планы. Но лично для меня Немер не был главной причиной того, что я готов хвалить фильм. Мне понравился сюрприз-центральный сюжет, в который Немер вписался. И то, что этот сюжет перекликается с внутренними терзаниями персонажей. Конечно, без глупостей не обошлось. Да, о чем мы говорим. Это ж Марвел. Ага. Когда у них обходилось без глупостей. Но все-таки сюжет мне понравился. Персонажи сыграны ну просто великолепно. Хороши здесь и Летиша Райт, и Лупита Нионга, и Данай Гурира, сыгравшая Акою. Но особенно хороша Анджела Бассетт в образе королевы Рамонды. Тут у каждой как минимум один неплохой перформанс в какой-нибудь драматичной сцене. Ну и, конечно, Тенеч Уэрта, который сыграл Немера. Забавно, что он вообще-то Хуэрта. Да. Немер, в принципе, довольно нелепый персонаж. Крайне устаревший, как по мне. Его дизайн почти без изменений перекочевал в фильм из комиксов. И Уэрта прекрасно справляется с тем, чтобы никто не считал мужика в зеленых трусах с крыльями на лодыжках чем-то смешным. Конечно, фильм все-таки портят сюжетными ветками, которые намекают на дальнейшее развитие киновселенной. Но, собственно говоря, утяжеляют этот фильм и совершенно никуда не ведут конкретно здесь. Совершенно никакая ветка с Рири Уильямса, она же Железное Сердце. И какая-то абсолютно не влияющая на центральный сюжет ветка с Эвертом Россом, который Мартин Фриман. Нужная лишь для, ну, по сути, для глобального сюжета Марвеловского сериала. При этом иных камео и каких-либо других Мстителей тут нет. Что странно. У нас опять сольник, где о всяких Капитанах Америках и Зимних Солдатах, которые могли бы тут хотя бы просто присутствовать в качестве камео, позабыто. Фильм «Ваканда навеки» как бы сам в себе в этом отношении. Ну и по поводу концовки можно поспорить, конечно. Так что не все так радужно, да. Но все же сиквел «Черной пантеры» можно назвать одним из лучших фильмов четвертой фазы. У Марвел ситуация с киновселенной вроде более или менее стабильная, но все же и у них не все, слава богу. Попробуй им, кто мы. Если киновселенная DC испытывает внешние проблемы, отчего буксует и заруливает не туда, то вот Марвеловский киносериал кажется, что вот-вот буквально разорвет изнутри. Его становится слишком много. Шарик надувается, надувается и вполне может лопнуть, развалившись буквально на куски. Кевин Файги буквально перестает контролировать франшизу. Он просто не успевает. Проектов становится слишком много. Сериалы для Disney+, праздничные спешилы, фильмы для кинотеатров. Неудивительно, что в погоне за количеством самый влиятельный кинопродюсер Голливуда стал упускать контроль за качеством. «Черная пантера» становится одним из лучших фильмов четвертой фазы не потому, что это идеальная во всех отношениях картина. Нет. А лишь потому, что на фоне остальных калеченных уродов Ваканда навеки ну прямо темный рыцарь. Четвертая фаза включает в себя 17 проектов. 17 проектов за 2 года. Это при том, что первая фаза включала в себя всего 6 фильмов. За 4 года. Перенасыщение просто удивительное. От этого страдает все. Качество сюжетов, проработка персонажей, качество экшена, качество визуальных эффектов. И последнее тоже касается и сиквела «Черной пантеры». Да, там не все хорошо с этим. Особенно мне не понравился дизайн «Железного сердца». Какая-то просто игрушка детская. Совершенно не похожа на роботизированный костюм. Я считаю, что у обоих конкурирующих франшиз имеются проблемы. И у DC, и у Марвел. Но если шевеление в стане DC хоть как-то воодушевляет, вселяет хоть какую-то надежду на то, что, возможно, ситуация хоть как-то изменится, то вот у Марвел в творческом плане, кажется, все будет только хуже. Стагнирует и стагнирует. Но учитывая, что они продолжают зарабатывать деньги, даже на самых своих плохих фильмах, увы, ничего не изменится. И этот шарик продолжит наполняться пустотой, пока не лопнет. Ну а что вы думаете? Смотрели ли вы оба супергеройских фильма? Как они вам? Верите ли вы в возрождение DC или в то, что марвеловцы возьмутся за голову и поумерят аппетиты? Пишите об этом в комментариях. Ну а на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, телеграмм, твиттер, поддержка канала через бусти, ссылки в описании. С вами был Сокол. Пока. И берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Диана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»